Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы вещаем вновь с кухней моей дочери. И я сегодня буду готовить салат Хэлэл, он называется. Я его готовила дома несколько раз, но вот решилась сегодня приготовить его здесь. Для того, чтобы приготовить этот салат, мне нужны такие продукты, как сыр, грибы шампиньоны, грудка индейки у меня отварная, сметана, майонез, баночка ананасов, лук и у меня варятся 5 яиц. Первым слоем, повторюсь еще раз, я буду класть лук и грибы. Луковица у меня 300 грамм, также у меня 300 грамм грибов. Сейчас лук я покрошила. Я уже говорила в предыдущих видео и говорю и повторяю вновь и вновь, лук крошите как вам нравится. Я вот постаралась кубиками порезать. Сейчас я буду это все обжаривать на оливковом масле, примерно 2-3 ложки оливкового масла. И мне хватит обжарить лук. И также я положу туда грибы и буду вместе это смешивать. И буду в процессе вам рассказывать. Поставила сковородку на большой огонь. Налила вот 2 ложки оливкового масла. Мне кажется, что там больше, чем 2 ложки. Нет, 2 ложки только ствола. Хорошо. Слушай, что-то как-то это, наверное, минимум. Так, наверное, все правильно. Сейчас все правильно, да? Не могу приспособиться. Теперь я буду класть лук. Это все очень быстро. Будет у меня жариться яйца. Сколько яиц, говорила? 5. Мне кажется, что они уже готовы. Так, я их сливаю. Пока у нас прожаривается лук, я крашу грибы. Я их уже помыла предварительно. Я всегда, когда готовлю приду, почему-то отделяю ножку от этого. Как это называется? От шляпки-шляпки. Не знаю, там нутка. Прикол. Мне нравится их как резать. А я люблю так. Еще отделять. Так, досточку маленькую сегодня взяла. Закидываем. Еще тут осталось. Далее лук. Пусть обжаривается, пока лук не сгорели. У нас тут добавим лютку электрическую. А то все пригорит. Сейчас вкуснотища. Так, у нас тут обжариваются грибочки с луком вместе. Осталось еще чуть-чуть. И готово. Крошим грудку индейки. Я вот привыкла уже все взвешивать. Грудки получилось 350 грамм. Грудку индейки можно же заменить в куриную грудку. Ну, грибы обжарились маленько. Теперь я кладу сюда сметану. Я положу сюда, так, раз, два, три ложки. Три ложки сметаны. И в этом король. Ну, это ложки маленькие, не столовые. Поэтому я положила три ложки. Вообще, я клала дома 150 грамм сметаны. Это у нас будет первый слой. Вот так это все обжаривается. Я прибавила электричество. Все красное. Теперь это обжарится. Минутки 3-4. И все. Пусть остывает. Прошло вот 4 минутки. Все готово. Я оставлю остужаться. Ну вот, начинаю собирать салатик. Уложила листики. Ну, это для украшения. Не обязательно это делать. Листья салата. Просто нужно же не только вкусно приготовить, но еще хотелось бы и красиво. Сейчас размажу первый слой. Размазываю первый слой по тарелке. Все тут остыло. Вот сюда не нужен никакой майонез. Так. Очень все красиво. Второй слой выложили. Куриной грудки. Ой, грудки. Чуть-чуть, немножечко смажем майонезом. Постараемся поаккуратней. Мазали майонезом второй слой. И третьим слоем кладем яйца. Выложила яйца. Сейчас я сюда не кладу майонез. Ну, кто любит майонезик, может и положить. Я сейчас сюда буду класть ананасы. Они у меня в баночке, в собственном соку. Так. Мне нравятся такие крупненькие. И несколько штучек оставлю для украшения. Все. Раскладываю их. Сколько в баночке было? Грамм. Наверное, 567 грамм. Так. После этого слоя можно немножечко полить майонезиком. Как-то умудриться. Ананасы полить майонезом. Придется умудряться. Я приготовила здесь вот 150 грамм сыра. Он уже продается у них натертый. Цена одинаковая, поэтому смысл покупать не натертый, нет. Да. Ну, я бы потерла дома на меленькой терочке. Ну, ладно уж, какой есть. Так. Крошу. 150 грамм сыра. Салат Хелл готов. Если вам понравился этот салатик, ингредиенты и как я его приготовила, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и готовьте вместе с нами. Вот так вот я его украсила. Все, что было в холодильнике, использовала. Всем пока. Так, внимание. Вот. Моя мама приготовила салат. Сейчас вам муж будет его пробовать. Он все любит спринглсами. Помоги. Спасибо, Джаред. Фанни, что он не берет? Надо там. You gotta get the bottom, too. It's too much. You gotta take everything. Все очень вкусно, мама приготовила вкусный салат, так готовьте вместе с нами, пока-пока.